Это место хорошо известно всем, всему, наверное, миру. Это памятник освободителям Советской Латвии и Риги, которые планируют снести. Насколько искренне, сложно судить, но по версии рижского предпринимателя Юрия Журавлёва это место может быть использовано под застройку. Здесь очень дорогая земля, и он уже сталкивался с подобным случаем, когда рижские депутаты пытались продать землю под тем местом, где находится сейчас музей оккупации. Если только так, то это версия, а это только версия, самая отвратительная лицемерия, которая могла произойти вокруг всех этих последних событий 9 и 10 мая. Сейчас мы перемещаемся с левого берега от памятника освободителям к музею оккупации в старый город. Прекрасный солнечный день, 18 мая. Прошло достаточно много времени после скандального дня, победы в Латвии 8 и 9 мая. Вот мы сейчас находимся в самом центре Риги, на Ратушной площади, возле Рижской думы. Видите, украшенный четырьмя флагами. Латвийский, что очень объяснимо, Европейского союза, что не очень коррелирует с независимостью, но хорошо. Рижской думы, что абсолютно правильно. И украинский флаг. Также на этой площади находится вторая из трех выставок, посвященных Украине. Вот здесь появляется неожиданно русский язык. Смотрите. Война с Россией ближе, чем кажется. Вроде бы война нет. Кажется, что ее вот нет. На самом деле, конечно, война ведется. И, наверное, это война с памятью. Вот в Латвии, в маленькой Латвии траурных дней больше, чем праздничных. 14, по-моему, праздничных дней. И мы сейчас от этого реставрированного дома черноголовых, уничтоженного обстрелами немцев, так же, как и вот эта вот башня Святого Петра с замечательным золотым петухом на шпиле, уничтоженного нацистами. И отреставрированного за деньги налогоплательщиков Латвии. Музей оккупации. Собственно, он был музеем латвийских стрелков, но после независимости сразу стал музеем оккупации. Независимость, она в нарративе политики связана с оккупацией. Вот просто неразделенно связана с оккупацией. Это вот, кстати говоря, Рига может похвастаться тем, что она стала первым городом рождественской елки. Представляете, как замечательно нужно обыграть бы этот момент. Но елочка, видите, какая маленькая. А музей оккупации очень большой. Хотели ли его снести? И вот снова музей оккупации, друзья, памятник латышским стрелкам, который, собственно, трансформировался из памятника красным латышским стрелкам в памятник просто стрелкам. Для этого достаточно было просто сбить звездочки с их вуражек. И перед нами депутат, экс-депутат Рижской думы, предприниматель Юрий Журавлев. Он работал в Рижской думе в то время, когда судьба вот этого памятника, этого мрачного черного музея оккупации, который находится за нашим собеседником, висела на волоске. Расскажите, что случилось? Это был 2000-2000 год. Я тогда работал депутатом. И оставалось буквально, там можно сказать, считанные месяцы до конца срока, срока депутатства. И тут на повестку дня срочно, в срочном порядке выставляют вопрос, а сносерник идет на снос, а нельзя ли прикупить земельку, спрашиваю, под памятником. Говорят, опоздал, уже продано, уже продано. Думаю, ничего себе, еще не успели проголосовать, уже продали. А это муниципальная земля? Это чья земля? Городская, город-города, принадлежит Риге. Ну и, естественно, раз вдруг такая спешка, значит, есть какие-то интересы. Но я задаю вопрос главному реставратору старой Риги, такой Эдгар Пучинч был, это взять тесть моего брата, и спрашиваю, а в чем интерес вот этой земли? Он говорит, ну как, это историческое место, это историческое место, это вообще священнее место для латышей, это просто не может быть. И она просто бесценна, такого второго места нигде не найдешь в Латвии. Здесь планируется быть, конечно, информация эта засекречена была, и оказывается, что планируется, планируется новый торговый комплекс с бизнес-центром, с центром, с подземными стоянками. Мы знаем здесь проезд с одной стороны, проезд с другой стороны, вот каменный мост, да, то есть стратегическое место, туристический центр с большим наплывом на туристов, с большим наплывом наших жителей Латвии. Здесь всегда проходят салюты, демонстрации, то есть самое, самое козырное центральное место. Ну и, соответственно, произведя разведку, нужно сказать, боем, выясняется, что за это место одна из коммерческих структур выложила перед выборами кому-то из политических партий спонсорских полмиллиона долларов. Полмиллиона долларов. Ну, соответственно, быстренько посчитали голоса, контрольный пакет собран, можно выставлять на заседание городской думы. Ну, я как потомок латышского стрелка начал думать, размышлять, что же такое можно придумать, чтобы не состоялось это голосование, потому что фотографии деда, как командира, фотографии все в музее, и командирские фотографии, и вместе с солдатами, и с тачанками пулеметными. Дед командовал элитным подразделением пулеметных тачанок, взвод, рота, как там называлось. Ну, и думаю, как это, как это, потомок деда просто вот возьмет и просто ничего не сделает, и, как говорится, за то, что дед воевал, боролся, проливал кровь, остался живой, прошел и Первую мировую остался живой, гражданскую прошел, Ленина охранял, Перекоп штурмовал, да, то есть делал революцию, и тут, и тут честь и слава латышских стрелков будет просто-напросто снесена, уничтожена. Историю КПСС мне преподавал в институте латышский стрелок, и думаю, как это, вот, ну, думаю, отключишь рубильник электричества, ну, ладно, включат, и сейчас проголосуют, на следующий день проголосуют. Кто-то позвонит и скажет, что здание городской ратуши, городской, точнее, думы, заминировано, но кто-то позвонит, ладно, его там отловят, и все равно подключат и проголосуют. На партийные счета денег не получил, ну, назовем это так, да, партийные, партийные, как говорится, взносы, партийная благотворительность. Подхожу к одному из депутатов, спрашиваю, ты деньги получил? Он говорит, какие такие деньги? Я говорю, ну как, бизнес-центр собирается быть, 500 тысяч долларов, как говорится, спонсорских были выделены соответствующей фирмой, ты деньги получил? Нет, говорит, не получил. А как будешь голосовать? За. Я говорю, ты что, дурак, что ли? А что надо делать? Я говорю, ну что, выборы скоро будут, нас изберут, мы к власти придем, мы продадим, и мы эти деньги с тобой заберем, мы поделим, ты понимаешь? Продавать-то уже нечего, все уже приватизировали. Вот, ехай ты, а может, твой председатель фракции получил? Он говорит, сейчас позовем, Петерис, давай, иди сюда, Петерис, имя вымышленное, конечно. Ну, ты, говорит, деньги получил? Какие деньги? Ну как какие? Бизнес-центр строится будет, в центре города, нам ничего не дали. Ты получил? Нет, ничего не получил. А как голосовать будешь? Он говорит, за. Ты что, дурак, что ли? И вот, найдя таких людей, которых обидели, которые не получили, как говорится, денежный, можно сказать, откат или спонсирование партии, как хотите это называйте, соответствую, количество голосов, как говорится, в контрольный ящичек не положили. И когда уже начался сам процесс подготовки к голосованию, я подошел к одному из руководителей и говорю, снимайте вопрос в повестке дня. Я посчитал, голосов не хватит. Да ну, у тебя латышский дедстрелок, ты заранее уже сказал, что ты против этого всего голосования. Значит, все, мы посчитали, голосов хватает. Я говорю, мое дело было вас предупредить. Голосов не хватит. А если голосов не хватит, то три месяца на поправки к этому новому договору, значит, к новому закону это выставлять на голосование по новой, через три месяца только возможно. А тогда уже выборы, уже подготовка, уже к выборам, уже все, уже никто перед самым выбором такие скандальные вопросы производить не будет, решать не будет. И вот таким образом нажимают на кнопки 26 за, остальные против, воздержались. Вопрос не принят. И вот таким образом Юрий Журавлев спас, прямым словом, спас от разрушения, от развала музей латышских стрелков. Кто-то кому-то где-то что-то не додал, скорее всего. Ну, просчитал, посмотрел, кто-то проголосует за национальную, как говорится, гордость. Как сказал бизнесмен и в прошлом политик Юрий Журавлев, золотое место. Может ли быть здесь построен, например, торговый молд? А почему нет? 500 метров от Старой Риги. Земля просто золотая. Памятник свободы. Есть памятник Бривибас, который архитектор Мухина в свое время спасла от сноса, и он до сих пор стоит, и мы ему преклоняемся. Есть памятник Победы, освобождение от фашистских захватчиков. Есть мемориал концлагеря, или как его сейчас пытаются называть, трудового лагеря, Саласпилсе. Он тоже стоит, это тоже история. Много различных памятников, поэтому бороться с памятниками, я считаю, крайне глупо и ни в коем случае не нужно. Так что берегите историю, берегите памятники. Мы за мир и против сегрегации и расколу. Естественно, конечно. Главное мир, главное мир в нашем доме. Всех благ, всего доброго. С вами был экс-депутат и предприниматель Юрий Журавлев. Продолжение следует...